Раки, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяц. Первая карта для вас, мои дорогие, это восьмерка мечей. Восьмерка мечей говорит о том, что вы в начале июня месяца горите изнутри. У вас, знаете, то состояние, когда как будто вы не видите решение какое-то. Хотя здесь, если начать какие-то действия, да, раскрыть глаза, да, уши, здесь можно, да, эту проблему решить. Но здесь как будто у вас состояние, что вы не видите выхода из этой состояния, да. Может для некоторых здесь, здесь может быть как-то осознание, что нужно отпускать человека, но у вас пока этого не получается. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это Паш Кубков, да, это касается каких-то отношений, которые вы думаете, да, что пока у вас нету этого, да, не получается отпускать, да, потому что вы здесь любили, да, у вас чувства, да, у вас здесь радость, да, вы, может, куда-то отдыхали. И для вас было, знаете, это больше отношений не то, что когда что-то серьезно построите, а именно отношения для удовольствия, да. Вот были вместе, где-то отдыхали, все было хорошо, и каждый идет по своей дороге. И у вас будет такое состояние, да, что вы горите изнутри, да, у вас вот, как я сказала вначале, то, что будет тяжело отпускать. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это Десятка Жезлов. Десятка Жезлов говорит о том, что уже вначале у вас будет трудности, да, у вас будет это весь грусть, да, те, которые находятся в отношении, да, которые, они будут как бы эти отношения сами, да, может человек, который рядом с вами будет пользоваться, да, то, что вашей добротой, да, вашей этой честности, даже, вот, даже, то, что человек получает то, что ему хочется. Здесь все-таки стоит подумать о себе, да, и не тащить все на себя, вот это то, что не нужно. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это Девятка Кубка. Девятка Кубка говорит о том, что постарайтесь в середине месяца никому ничего не рассказывать, потому что если вы начнете кому-то что-то рассказывать, что вы хотите, может, может уйти из отношений, что что-то в ваших отношениях, что может быть касаться для некоторых ваших детей, да, те, которые уже есть дети, здесь все-таки постарайтесь, да, сохранить это все для себя, потому что здесь, знаете, для некоторых могут быть такое состояние, очень захочется рассказывать, да, вот это. И здесь можете сами пострадать из-за этого, да, вот вы сами можете, вот, сделать вот это состояние, чтобы у вас дальше продолжалось. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это Пятерка Кубка. Пятерка Кубка, хочу сказать, что постарайтесь, да, не выяснять в середине месяца, вот именно с родными какие-то ситуации, какие-то, вот, знаете, может быть, даже здесь будет специально какие-то, да, какие-то сделанные какие-то ситуации для того, чтобы впитывались, да, не дайте эту возможность, да, людям, чтобы впитывались, да, ваши энергии, потому что здесь как-то может быть какой-то вопрос с родными, да, может, те, которые в отношении, да, с близким, да, с вашим мужем, да, с вашей женой. Если как-то будет какой-то разговор, но этот разговор именно в середине будет болезненно для вас. Давайте посмотрим. Следующая карта на середине – это Десятка Мечей. Десятка Мечей говорит о том, что, может быть, будет предательство, да, от человека, которого вы не ожидали, от человека, который вы думали, что у вас может все получаться, да, отношения, да, может, но все-таки человек будет предавать, да, вы все-таки, для вас это и будет болезненно, эта ситуация проходить. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это Королева Мечей. Королева Мечей говорит о том, что вам нужно расчистить свой путь, понимать, в каких отношениях вы находитесь, с каким человеком вы рядом, с какими людьми вы общаетесь, да, понимать плюсы и минусы, да, с кем вам дальше идти по одной дороге, да, в каких отношениях, на какой работе вы можете, потому что здесь может быть предательство, да, от человека, которому вы доверяли, да, рассказывали, да, свои какие-то цели, какие-то, и вот именно рабочие моменты, да, человек может вас предавать, может это об этом рассказывать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это Рыцарь Мечей. Бороться за свое место под солнцем. Если вы хотите быть счастлив, боритесь. Июнь месяца, да, в конце вам высшая сила дает возможность и четкость, да, понимать, да, хладнокровие боли, да, знаете, не плакать, не эмоциональность, да, а больше понять четко, какие цели, какие шаги. Если вы хотите быть счастливы, да, здесь нужна, да, борьба, да, здесь не нужно отпускать руки. Даже это если, знаете, как боль, так как скребет на душе, вам все-таки это стоит и нужно сделать. Давайте посмотрим следующая карта. Карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Король же, мужчины, вот на протяжении всего месяца от вас требуется ваше именно благородство, да, может именно ваше понимание, может именно какое-то ваше прощение. Женщина, которая находится в отношении, рядом с вами есть такой мужчина, да, есть мужчина, который будет, да, поддерживать. А одинокий, я хочу сказать, что для женщины здесь может быть встреча с таким мужчином, который у вас будет помогать выйти из этой болезни, из этой ситуации, да, предательства. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся к номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.